Здравствуйте, во-первых, спасибо за приглашение, я, в общем, хотя долго не мог приехать, там просто нет много всяких дел, но вообще с Крымом не особое отношение, и не потому что это сейчас модно, а потому что я с Крымом связан много лет, еще в советское время, в позднее советское время я приезжал сюда летать на гору Климентьева, потому что я когда-то служил срочную службу два года в армии, а потом служил в военно-воздушной академии Межуковского инженерной и в их команде занимался дельтапланеризмом и приезжал сюда в Коктебе летать, вот, а потом так случилось, что моя жена и свяжутся, вот, поэтому, так сказать, я с Крымом связан напрямую, там у меня родственники, туда, так сказать, я уже много-много лет подряд ежегодно вожу детей, но помимо этого просто я занимался и таким политическим консалтингом на Украине, и, в общем, знаю многих персонажей украинского, украинского и крымского политического процесса, и тех, которые были раньше, и некоторые, которые есть сейчас, и поэтому с Крымом, так сказать, меня связывает многое, я, в общем, рад здесь перед вами выступить, хотя действительно с утра сегодня, да и вчера тоже, и с утра сегодня огромное количество разных всяких интервью и эфиров спрашивают примерно одно и то же, и это для меня составляет такую проблему, да, с какой стороны еще раз одно и то же сказать, чтобы совсем уже не повторяться. Ну, хорошо, я начну с небольшого вступления, а потом я готов ответить на любые вопросы, абсолютно на любые, ну, для меня никаких таких вот запретных тем нет, даже если вам будут они казаться провокационными, можете их задавать, в конце концов, здесь я чувствую себя в дружественной аудитории, а бывали случаи, когда мы выступали в аудиториях, когда начинали там чуть ли не стульями кидаться и так далее, и так далее. Бывали разные случаи, когда дело доходило и до прямого физического контакта. Вот, так что я готов к любым вопросам. Итак, по поводу украинского кризиса. Я обрисую вам некую схему, которая, на мой взгляд, очевидна, может быть, для вас, и тем не менее, я думаю, что здесь не лишним будет еще раз о ней рассказать. Ну, во-первых, деталей много, но я глубоко убежден, что нынешний конфликт, который проходит на Украине, вокруг Украины, он обусловлен двумя факторами. Первый фактор – внутриполитический. Мы не будем обсуждать подробно распад Советского Союза, хотя я лично не верил в его неизбежность. Я не считаю, что распад Союза был неизбежен. У Союза было много проблем, но распад его не был неизбежен. Тем не менее, когда он произошел, у Украины, на мой взгляд, и украинского политического класса, был шанс строить государство на совершенно других началах. Во внешней политике это могла бы быть позиция реального нейтралитета, позиция взвешенного баланса, позиция выстраивания моста между Россией и Европой, о чем мне раньше так любили говорить. И в этом случае Украина могла бы избежать втягивания в крупные геополитические, так сказать, игры, в которых на самом деле она никогда не могла играть как равноправный игрок. Тем не менее, украинский правящий класс выбрал ситуацию, при которой он втянулся в крупную геополитическую игру на стороне Запада, на стороне американцев, блока НАТО. При этом у Украины абсолютно нет никаких условий для того, чтобы в этой игре быть равноправным игроком. Украина могла быть только инструментом, только пущеным мясом, и вот вся та внешняя политика, которую Украина вела, начиная с распада Советского Союза, неизбежно вела к конфликту. Одновременно во внутренней политике Украина могла бы строить гражданское общество, исходя, не деля граждан Украины на правильных и неправильных. Не деля граждан Украины на тех, кто правильно любит Бандеру и на тех, кто неправильно симпатизирует Советскому Союзу. Вместо этого можно было бы создавать условия, при которых вот эти разломы нивелировались бы, при которых все бы чувствовали себя востребованными в рамках этой страны. Но и во внутренней политике украинская элита вела дело к расколу, и конфликт здесь тоже был неизбежен. Третья, это чисто идеологическая проблема. К сожалению, украинский политический проект, начавшись, так сказать, еще задолго до распада Советского Союза, в те годы, когда на этой территории свою игру играла, так сказать, Австрия и Венгрия, а до этого и, скажем, там, Польша и прочее, прочее, прочее. К сожалению, политическое украинство своим стержнем выбрало, во-первых, а, такую принципиальную русофобию, принципиальное противопоставление России, и, во-вторых, б, на мой взгляд, произошла очень тяжелая подмена системы ценностей на систему антиценностей. По сути, в украинском политическом дискурсе, в мысли, предательство стало достоинством, предательство стало благом. Ну, я надеюсь, если даже говорить, там, скажем, о временах Унии, да, когда западно-русские, или, если хотите, украинские, как угодно, князья, фактически продали собственную веру, там, за деньги и покровительство западных королей, если вы предаете за деньги и считаете, что это хорошо, дальше можно все. И, к сожалению, вот сейчас мы видим апофеоз развития этой идеи, когда ценности заменяются антиценностями. Предательство иудин-грех преподносится как ловкость политики, да, как наиболее эффективная постановка вопроса. И посмотрите, действительно, наиболее активные политические украинцы во все эти века занимались тем, что постоянно меняли хозяев. Собственно говоря, перекидываясь от одного к другому, считали, что именно так они очень успешно, очень успешно себя позиционировали. В плане истории и идеологии. Вот сейчас для того, чтобы быть таким активным участником украинского политического проекта, надо обязательно предать. Надо предать свои, так сказать, этнические корни, надо предать историю своих отцов и дедов, надо предать додавние связи с Россией, надо предать все. Надо объявить себя, так сказать, русофобом, ненавистником Великой Отечественной войны и прочее, прочее. И тогда ты успешно вписываешься в современный политический украинский проект. Надо предать и веру, да, как бы признать там лжепатриарха и прочее, прочее. Может быть ситуативно кому-то это помогает, но в итоге это тоже саморазрушительная ситуация. Это ситуация, ведущая к катастрофе, к саморазрушению. Поэтому все то, что происходит сейчас на Украине и вокруг Украины, это несомненное следствие вот этой порочной модели политического украинства во всех ее ипостасях. Я думаю, что в принципе, еще раз повторюсь, эта ситуация могла быть выстроена как-то по-другому. Шансы на это были. Но, к сожалению, ничего умнее того, что мы видим, эти люди не придумали. Это внутренние причины. Есть внешние причины. Главная внешняя причина, это, несомненно, политическая игра американцев. Американцы после распада Советского Союза однозначно решили быть во что бы то ни стало номером один в мире. И ситуация в Европе развивалась следующим образом. Пока Россия, откровенно скажем, лежала, так сказать, там, пузом кверху и выполняла все указания, которые приходили из Вашингтона, американцы, в общем, эта ситуация, так сказать, вокруг России вот на этом пространстве не сильно волновала. Пока Россия декларировала свою, так сказать, готовность стоять вот в этой очереди к каким-то мифическим там иллюзорным благам западной цивилизации, интеграции там в Евросоюз или еще там куда-нибудь, американцы не сильно обращали на эту ситуацию. Но с того момента, когда Россия в начале нулевых, в начале середины нулевых вдруг стала обозначать тот факт, что мы протрезвели от этих сказок 90-х годов, что мы имеем такие собственные национальные интересы, что мы не забыли о том, что мы русские, так сказать, что у нас цивилизация, да, по большому счету, ну не только русские, а большая, так сказать, российская цивилизация. И как только мы стали заявлять, что мы готовы эти интересы отстаивать, американцев эта ситуация стала крайне тревожить. Россия, с которой они вроде бы уже разобрались, вдруг опять появилась вот на этом политическом горизонте. И американцы стали понимать простую вещь, на мой взгляд. Если Россия и Европа договорятся об общем пространстве безопасности, если Россия и Европа смогут наладить достаточно эффективное взаимодействие в сфере экономики, американцам станет нечего делать в этом регионе мира. Им придется автоматически снижать уровень собственного присутствия и собственного влияния в Европе, им придется уходить в военном отношении, потому что совершенно непонятно будет, а что им там делать, если Россия больше не несет угрозы. Зачем, например, в Германии десятки военных баз американцев? Для чего? Если Россия не несет угрозы, тогда американские войска не нужны в Европе. Но это автоматически снижает зависимость европейских элит от американского диктата. И когда американцы, так сказать, все эти вещи стали сознавать, они поняли, что нужен повод, нужен достаточно веская причина для того, чтобы не просто не уходить из Европы, а наоборот еще ту же пристегнуть к себе Европу. Может быть, решить целый ряд вопросов за счет Европы. Потому что представьте себе ситуацию, в которой Европа вдруг отплывает от Соединенных Штатов. Тогда Запад, то, о чем мы привыкли говорить, о чем-то едином, он раздваивается. И в этом раздвоенном состоянии Европа, европейский Запад и американский Запад неизбежно начинают, так сказать, ситуацию конкуренции, в том числе политической. И в этой ситуации американцы никак не смогут обеспечить себе доминирование в глобальном масштабе. А Обама несколько недель назад говорил о том, что 21-й век будет американским. Тоже вот вчера из яйца вылупились, 200 лет, как им вообще всего, а уже на 100 лет вперед, как бы, да, они пророчат о том, что они будут лидерами. Так вот, для обеспечения лидерства Америке, как воздух, нужна абсолютно послушная и пристегнутая к ноге Европа. Так как же обосновать это присутствие? Для этого нужен повод. Украина стала таким поводом. Вот эти внутренние причины, о которых я говорил, их просто, на мой взгляд, достаточно умело проанализировали в американских центрах принятия решения и подвели дело к тому, чтобы разжечь на Украине вот этот конфликт. Их не устраивал, например, такой президент, как Кучма, который даже написал там книжку «Украина, не Россия». Хотя там написал он ее под выборы, и там история, на самом деле, к геополитике, как бы, изначально отношений не имела. Украина не устраивал даже, США не устраивал даже Ющенко со своим мягким национализмом. Для того, чтобы сделать Украину реальным инструментом давления на Россию, нужны были отморозки у власти. Отморозков к власти можно было привести только в результате тяжелого кризиса. И кризиса не просто в рамках Киева, а кризиса в рамках более серьезных, более масштабных, желательно затрагивающих непосредственно интересы России. Именно поэтому так настаивали на этом Майдане, именно поэтому так продвигали эти вещи. И, в общем, надо сказать, что добились в определенной степени своего. Они перевели Украину в разряд пушечного мяса, в разряд инструмента, за счет которого создан достаточно серьезный повод, оправдывающий присутствие американцев в Европе. И не просто присутствие, а может быть даже и увеличение их присутствия. Посмотрите, американцы планируют увеличить свое военное присутствие во многих странах Восточной Европы, американцы склоняют партнеров по НАТО к пересмотру стратегии в отношении России, собственно, они уже пересматриваются и так далее, и так далее. То есть, надо сказать, что здесь американцы добились собственных целей. Да, за счет Украины, да, за счет, так сказать, кризиса и катастрофы, да, за счет многих других вещей, но добились. Они добились и того, что столкнули русских с русскими, украинцев с украинцами и так далее. В этом смысле их, как бы, циничная технология, в общем, достигла в определенной степени своей цели. Это если говорить о причинах этого кризиса. Что касается развития ситуации, конечно, они не предполагали, что Россия настолько жестко и молниеносно среагирует на Крым. Я абсолютно уверен, что именно в Крыму планировалось развязать горячий конфликт. То есть, грубо говоря, ну можно сказать, ну а вот смотрите, не было бы Донецка и Луганска, все было бы тихо и спокойно. Я думаю, что нет, не было бы. Скорее всего, планы были такими, захват власти в Киеве, и в принципе информации для таких предположений достаточно много. Я могу просто в двух словах, буквально не вдаваясь в подробности, сказать, что вот в последние дни перед Майданом я лично был в Киеве в администрации господина Януковича. Нас там экстренно позвали, чтобы какие-то давать советы, но это было уже совершенно бессмысленно, потому что и советов они этих не слышали, и Янукович уже был недоступен, да и, честно говоря, я видел, как его ближайшие соратники уже начали вынимать стул из-под своего патрона, потому что почувствовали, что ситуация меняется. Ну так вот, я думаю, что это я просто потому, что как бы речь не только о том, что я там участвую в каких-то ток-шоу, то есть, в общем, есть какие-то другие фронты работы. Ну так вот, я думаю, что дальше планы были следующие. Начать разгром Крыма с целью вытеснения оттуда баз Черноморского флота России. Базу Черноморского флота России можно было вытеснить путем создания ситуации вооруженного конфликта, военных провокаций и так далее, и так далее. То есть, обострение все равно было неизбежным. Обострение этого кризиса было неизбежным. Я не думаю, что Запад интересовал какое-то мирное разрешение конфликта. Об этом свидетельствует тот факт, что то самое пресловутое соглашение, которое подписал Янукович, его никто не хотел выполнять. То есть, грубо говоря, если бы Запад хотел просто ухода Януковича, то они бы выполнили то соглашение, которое подписывали в Киеве, и никого Майдана, такого физического свержения, его завершения, просто не было бы. Но Запад был в этом не заинтересован. Им нужна была кровь, им нужна была война. Просто эта война должна была состояться где-то здесь. Где-то здесь. И ее итогом должно было стать выдворение базы российского флота. Может быть, втягивание России через базы российского флота, обвинение ее, опять же, в агрессии, и потом постановка вопроса о необходимости ухода. Вот, я думаю, что планы были такие. Горячая война должна была состояться, но состояться не в Донецке или Луганске, а здесь, в Крыму. Как эта ситуация будет развиваться дальше? Конечно, я думаю, что заинтересованность американцев в развитии конфликта, к сожалению, сохраняется. Вот сейчас вот Лавров и Керри встретились в Сочи, и у нас, знаете, по старой привычке все как-то вот радостно и с энтузиазмом комментируют эту встречу. Как здорово, мы встретились с Керри, приехал, так сказать, добрый американский дядя, наконец наши отношения устаканятся. Вот это наша болезнь, которой мы страдаем еще с позднего советского времени, а может быть даже еще и раньше. Мы придумали себе такой запад, каким он не был никогда. Он другой, этот запад. Он состоит, так сказать, из двух частей. Первый – это рекламный буклет, который они продвигают всеми силами, да, как бы запудривая мозг огромного количества людей, с одной стороны. А за этим буклетом абсолютно циничная борьба за интересы, достижение тех целей, которые им нужны, любые, имеющиеся с послением. Поэтому я думаю, что не стоит очаровываться встречей Лаврова и Керри, чтобы потом не разочаровываться. Пока, пока никаких серьезных предпосылок к разрешению конфликта на Украине, к тому, чтобы вся эта ситуация вдруг вырулилась в мирное русло, пока я не наблюдаю. Тем более, что предметом переговоров Керри и Лаврова даже была не вполне Украина. Там задрагивались вопросы по Ближнему Востоку, по Сирии и многие другие. Но здесь что важно? Важно вот что. Важно то, что американцы прекрасно понимают, что если ситуация на Украине стабилизируется, тогда следующим шагом придется отменять санкции. А значит, будет рушиться вся та модель, о которой я вам только что рассказал. Значит, отношения с Европой и Россией начнут потихоньку нормализоваться, значит, американская игра во многом потеряет. Вот та игра, о которой я говорил. То, что она есть, я в этом убежден. Может быть, меня можно, так сказать, обвинить в какой-то предвзятости или американофобии, хотя я против любых фобий, в том числе и Украины фобий. Нам не надо уподобляться, так сказать, каким-то нашим недругам и никаких фобий, тем более глупых, развивать не стоит. Но факты, на мой взгляд, свидетельствуют именно о том, что американцы заинтересованы в этом конфликте. Когда не было конфликта на Украине, они оправдывали свое присутствие в Европе иранскими ракетами или чуть ли не северокорейскими ракетами. Это выглядело смехотворно. Поэтому они с радостью ухватились за Украину, когда поняли, что это можно сделать. Они давно готовили смещение Януковича, эти планы могли реализоваться чуть позже, но подготовка шла. И если бы это не случилось сейчас, то случилось бы на очередных выборах президента. И они, в общем-то, этого никто даже особо и не скрывает. То есть, к сожалению, жизнь вот такая, непростая. Поэтому сейчас я не думаю, что есть предпосылки к серьезному потеплению в отношениях между Россией и США. Переговоры должны вестись, дипломаты должны делать свое дело. Но не надо опять возвращаться к тем ошибкам, которые мы делали сами в 90-е годы. Давайте поверим доброму американскому дяде или доброму европейскому дяде. Ведь, наверное, они все-таки хорошие люди, они нас любят. Просто мы им что-то не объясним. Вот сейчас мы им что-то объясним, и все будет хорошо. Луганский и Донецкий конфликт, видимо, переходят в стадию такого полузамороженного конфликта. Фактически их уже повесили на Россию. То есть, так или иначе, мы обеспечиваем эти территории. Это тяжело, но, видимо, это неизбежно. Перспектив особых у минских договоренностей я лично не наблюдаю, но посмотрите, вот недавно на днях в Донецке и Луганске делались такие символические заявления о готовности двигаться по карте минских соглашений на готовность к какой-то широчайшей автономии. А что мы услышали из Киева? То, что, оказывается, оружие их победы куется день и ночь, что они сейчас возьмут аэропорт, что они отвоюют Крым, что вообще война неизбежна и многое-многое другое. То есть, что говорит о простой вещи. Вовсе они и не собираются, вовсе они не собираются, так сказать, двигаться по вот этой, по этой линии минских договоренностей. А если собираются, то с одной целью. Каким-то образом хитро всех обмануть, вполне в стилистике украинской, как бы, украинской политики хитро всех обмануть, потом зайти и передушить всех, да? Зайти и всех передушить, и всех несогласных, и сделать, сделать все-таки, сделать все-таки по-своему. Но, тем не менее, все это не должно являться для нас, так сказать, поводом для уныния. Как в Библии написано, делай, что должно и будь, что будет. И я думаю, что именно так и надо действовать. Мы должны не ждать добро от Европы или от Америки. Мы должны заниматься решением своих проблем, своим развитием и отставанием собственных интересов. И в этом смысле, я думаю, что унывать нам не надо. Бывали, так сказать, времена и потяжелее. Они ничего, так сказать, как-то переживали. В конце концов, вот буквально на днях мы с вами отметили этот великий праздник 70-летия Победы, который, кстати говоря, у нас тоже хотят отнять по понятным причинам. Потому что, по их мнению, вообще мир спасать могли только американцы. Только Бэтмены, Супермены, там, Спайдермены, там, и так далее, и так далее. Больше никто мир спасать не может. Американцы, смотрите, они много-много лет всем внушают, что они спасают мир. Но спасают они только в кино его. В реальности они его ни разу не спасли. Поэтому, как бы, одна из задач, это вот украсть, так сказать, это спасение у нас, там, да, украсть эту победу у нас для того, чтобы все-таки сказать самим себе, нет, этот мир спасли они. Так вот, я думаю, что надо быть внимательными, надо быть трезвыми, при этом работать, пытаться работать на результат и не давать себя, как бы, обманывать, но при этом, знаете, изживать какое-то такое клиповое мышление. Потому что мы вот все за эти годы все-таки подсели на эту массовую культуру и хотим, чтобы все менялось к лучшему, так сказать, здесь, сейчас и сразу. Вот сегодня вечером я заснул, у меня за окном там была какая-то там полуразвалившаяся хибарка. Я засторил окна, хочу завтра проснуться и увидеть там мост, так сказать, инженерной работы из Хрусталя, да. Вот. Но такого не было, нет и никогда не будет. Поэтому, это я говорю просто к тому, что в Крыму вот периодически мне сейчас приходится слышать такие вещи, ну да, конечно, здорово, так сказать, да, что все это случилось, но вот как-то вот нету результатов, нету результата. Ну а результат то, что у вас, так сказать, не начали убивать людей, мне кажется, тоже очень неплохой. Результат того, что никто вам, грубо говоря, не указывает, что вам говорить, как думать, так сказать, да, это тоже неплохо. А что касается экономики, будем вместе работать. Вы же должны понимать, что Россия взяла на себя огромную ответственность. Ведь с Крыма началась целая череда тяжелейших неприятностей для России. И тем не менее, Россия, мы все, в том числе, мы на это пошли. Почему? Потому что считаем, что это в данном случае дело принципа, это важнее, чем те, как бы там какие-то дивиденды, льготы. Вот это, между прочим, вызов нашей цивилизации. Потому что, если говорить о Западе, то мы поступили совершенно нелогично. Совершенно нелогично. Мы сами себе создали, так сказать, кучу проблем, отказавшись от денег. Ну какой дурак от денег отказывается, да? А мы взяли и отказались. Против нас ввели санкции. У нас начались проблемы в экономике. И вообще нас выгнали из этой G8 и прочее, прочее, прочее. Но вот в этом, может быть, в этой загадочности русской души, вековой, может быть, всегда и был секрет наших побед. Я уверен, что мы далеко сейчас не в самой проигрышной ситуации. Разговоры о том, что там весь мир против нас, это полная чушь. На самом деле, есть Америка, есть группа ее, так сказать, ближайших вассалов. И даже внутри блока НАТО нет по этому поводу полного единогласия. А есть остальной мир, который тоже не состоит из людей второго сорта. И это важно понимать. Я думаю, что мы прорвемся и надеюсь, что сделаем это вместе. Чтобы больше не утомлять своим монологом, я готов услышать любые вопросы на любые темы. Спасибо. Спасибо большое. У кого-то уже созрел первый вопрос? Да, пожалуйста. Микрофон возьмите. Спасибо. Господин Михеев, я коренной ростовчанин. И вот в этой связи мне вот интересно узнать. Я знаю, что Мариуполь, так как он, Рок, Ростов, по сути дела, очень близкие друг к другу исторические города. Как быть с ними? Что делать русским в Мариуполе, в Славянске, в Краматурске? Это первый вопрос. И второй вопрос, если можно добавить его. Не думаете ли вы, что даже самая широкая автономия русскому Донбассу в составе Украины, это все-таки предательство миллионов русских проживающих там? Спасибо. Ну это вопрос из интернета, так сказать, в стиле Путин сливает Донбасс. Если бы Путин сливал Донбасс, мы бы там уже ничего не видели. Давайте не будем сами себя обманывать. Там просто ничего бы уже не было. Вообще, там была бы полная тишина. И там ходили бы с теми же флагами, как в Киеве и так далее, и так далее. Поэтому Путин не сливает Донбасс. Я не вижу для этого никаких серьезных оснований. Другое дело, что да, могли возникать вопросы, а почему вот тогда-то и тогда-то не взяли Мариуполь? А почему не двинулись дальше? С Мариуполем ситуация действительно непрозрачная. Я, так сказать, там непосредственно не был. И не могу вам сказать, почему они приняли такое решение, а не такое. По этому поводу есть масса версий, и они все разные. Но в целом, в целом, конечно, в ополчении не было сил двигаться дальше. Вот наступать там на Харьков или Киев. Именно в том числе поэтому произошло перемирие. Потому что у сторон не было сил, так сказать, вести успешные боевые операции без фатальных для себя потерь. Если вы намекаете на то, что Россия должна начать крупную военную операцию на Украине, то, в общем, я считаю, что такими словами бросаться просто не стоит. Потому что ситуация гораздо более сложная и менее плоская. Менее плоская. Большая война на Украине – это, в общем, именно то, чего от нас ждут. А последствия этой войны, так сказать, готовы просчитать на 100% и готовы ли к этим последствиям, в том числе и граждане России, да? А готовы ли к этим последствиям жители Мариуполя, Краматорска и Славянска, если развернется крупная войсковая операция? Вы, так сказать, ну не вы, а вот когда эти вопросы задают, что имеется в виду? Танковые удары, так сказать, по территории Украины, бомбометания по Киеву, Днепропетровску, Одессе и Запорожью. А как это будет все выглядеть? Это в любом случае, к вопросу о том, как же жить русским, так сказать, в таких-то, таких-то городах, это в любом случае приведет к тысячам, а может быть, к десяткам тысяч убитых. Не надо строить иллюзии. Не надо строить иллюзии. По-другому не получится. Вот так вот войти, как в Крым, не выйдет. А если бы вышло, между прочим, так сказать, может быть, и судьба была бы другая. А что мы видели в Харькове? Да, я считаю, что ставка там на Кернеса с Добкиным, это была ошибка. Это было продолжение той же самой абсолютно неэффективной политики России, которая велась в отношении Украины все эти годы. Они нас предали. Это можно было предсказать. Это не предсказали. Но во многих, так сказать, городах, там в том же Харькове и Одессе, ну, булькнуло и затихло. Это был не Крым и не Донецк с Луганском. Вот мы все скорбим по поводу событий 2 мая в Одессе. Но сколько было людей на Куликовом поле? А сколько проживает в Одессе? На Куликовом поле тысячи полторы, а в Одессе больше миллиона. А остальные где? А где эти люди, так сказать, когда бандеровцы маршировали по этим улицам? Я там никого не видел. Тишина. Все сидят и считают, а что мне с этого будет? А как оно туда-сюда? Так вот, пока люди считают, так сказать, как оно туда-сюда и ждут, что, так сказать, сейчас дядя Путин, как бы, да, пролетит на голубом вертолете и, так сказать, бесплатно покажет кино, этого не будет. Этого не будет. Что касается Краматорска, Славянска, там тоже ситуация была тяжелая. Могли ли ополченцы удержать самостоятельно Краматорск и Славянск без прямого вторжения российских войск? Не знаю. Я думаю, что если могли бы, удержали. А вот вдаваться во все эти, так сказать, слухи, там, стрелков, получил приказ оттуда, нет оттуда, было так, нет так. Я честно скажу, я не знаю, как было и откуда он получил приказ. Он сам очень туманно по этому поводу выражается, между прочим. Очень туманно. Он не говорит ни да, ни нет. Он не говорит прямо, так сказать, да, он говорит тоже какими-то такими фигурами речи. То ли так, то ли эдак. Вот у него и спросите, да, почему было так, а не эдак. Пусть он прямо, как бы, да, в эфире скажет. Я этого не знаю, поэтому я не готов об этом, так сказать, напрямую говорить. Хорошо ли было бы, чтобы состоялась Новороссия? На мой взгляд, было бы хорошо. Было бы хорошо. Потому что то, что мы сейчас видим на Украине, приведет к катастрофе всех, кто в ней живет. И в первую очередь к катастрофе, так сказать, такой гуманитарно-культурной. Потому что, на мой взгляд, именно над украинским народом сейчас ставят, так сказать, тяжелейший эксперимент. Я чуть позже об этом скажу. Но какими способами это сделать, если это не получилось, сделать весной и летом? Это большой и тяжелый вопрос. Стоит ли ради этого начинать большую войну, так сказать, в ходе которой будет убито много людей, разрушено немало городов? Не знаю. Вот, например, там тот же Днепропетровск. Вот Днепр, да. Город, который полностью завязан на кооперацию с Россией. Все эти предприятия работают только с Россией. И имеют смысл только с Россией. Рабочие инженеры, которые там работают, они должны были быть заинтересованы в нормальных отношениях с Россией или нет? На мой взгляд, должны были. А что было в Днепре? А вообще ничего. А вообще ничего. Давайте не строить иллюзии. Давайте тоже не будем друг другу, так сказать, дать ездить по ушам. Вы хотите честный разговор? Давайте. Люди, которые там живут, не стали ничего делать. Не стали никуда уходить. И не заявляют никаких прав. Им и так хорошо. И так хорошо. Пусть так и живут. Заводы закрываются, предприятия закрываются, власти Украины добровольно разрывают связи с Россией и убивают собственные машины и приборы строения. Скоро эти люди и их семьи останутся без работы. То оружейное производство, про которое говорит Порошенко, на самом деле все эти вещи не покроют. Потому что для того, чтобы штамповать там патроны калашников и автоматов, просто не нужно. Не такое количество инженеров, кадров, не такое количество уникальных производств. И вот что они будут делать? Они думают о будущем. Видимо, нет. Видимо, их все устраивает. Я не знаю. По крайней мере, мы ничего не слышим, так сказать, по этому поводу. Сначала там был Коломойский, теперь там его нету. И тем не менее. То есть это я к чему? Что на самом деле это большая и опасная, достаточно рискованная геополитическая комбинация. В ней трудно делать абсолютно верные шаги. А все это достаточно рискованно. И здесь есть разница. Если наши недруги к этому долго и тщательно готовились, то мы действовали с колес. Мы действовали с колес. И я не готов сказать, что все, что делает Путин или Кремль, Москва по этому поводу абсолютно верно и правильно, и не спорно. Но я и не готов толкать Россию в большой войне. Потому что я сам не уверен в том, что это будет правильно. И больше того, я считаю, что может быть как раз этого и не надо делать. Людей в Славянске, Краматорске и Мариуполе жаль. Жаль. Но на самом деле очень многое в их руках. Очень многое в их руках. Ведь вы поймите, что если там будет движение, это будет одна ситуация. Если там будет кладбищенская тишина, это будет другая ситуация. Это к вопросу о том, что может Россия и что не может. Что может Россия в отношении Днепропетровска, если там полная тишина? Ничего не может. Ничего не может. Как там, высадить десант, что ли, да, так сказать? И это осчастливить людей, которые вообще молчат за полтора года, да? Их и Коломойский устраивает, и правый сектор устраивает, которые там просто база. В городе, который живет за счет российских заказов, база неонацистов. Одна из самых главных. Как вы хотите осчастливить этих людей? Путем десантирования туда российских десантников? И что будет дальше? Поэтому все-таки в этом смысле я согласился бы с Путиным, это движение должно идти изнутри. Вот если какое-то движение изнутри было в Крыму, оно создало базу соответствующую. Если такого движения нет и не будет, то, соответственно, и база для таких действий тоже сужается. И у нас нет такого, к сожалению, такой свободы маневра, так сказать, какая есть у обнаглевших западных партнеров. Вот. Ситуация достаточно для нас, достаточно для нас на самом деле жесткая. Вот. Что-то я еще хотел сказать, но уже забыл. Хотел послать 100 рублей, но уже заклеил конверт. Спасибо. Да, пожалуйста, микрофон. Санкт-Петербург, землячество Крыма. Но есть вопрос, на который обычно выпадают специалисты по Украине. Он звучит так. Что будет, если головой Хрущева провести по кукурузе? Но я хотел задать вопрос о другом. Ведь, понимаете, почему-то нигде это какая-то мертвая зона. Чем занимался Черномодель на Украине? Чем занимался Зурабов на Украине? Чем занимается Россотрудничество на Украине? Вот этот вопрос я и хотел задать. Почему тишина? Или, например, правый сектор, пусть их 20 человек, но мы, если в Санкт-Петербурге, это там, посвященный немцам. Тишина тоже полная. 20 человек, говорят, мало. Но все же начинается с малого. Да, насчет нашей политики на Украине. Чтобы быть справедливым, надо сказать простую вещь. Россия стала главной причиной провала собственных интересов на Украине и на постсоветском пространстве. Ну, во-первых, несмотря на то, что я коренной москвич, надо совершенно четко сказать. Советский Союз развалили в Москве. В результате борьбы за власть конкурирующих групп правящей элиты. Да, американцы там свое играли сюда, да, там какие-то мировые правительства, которых у нас так любят в интернете там потрендеть. Не, новые темы это Ротшильды и Рокфеллеры, так сказать. Мы узнали две интересных фамилии. И вот постоянно, как бы, так сказать, эти вещи тасуют, да. Вы за кого? За Ротшильдов или за Рокфеллеров? Вот. И все в этом разбираются, самое интересное, задают вопросы. Я даже не знаю, как они выглядят, если честно. Ну, так вот. И после этого Россия, на мой взгляд, в России велась откровенная, откровенно предательская по отношению к собственным интересам политика. Но стало это возможно, к сожалению, на фоне тяжелейших иллюзий, которые испытывали огромные массы населения по поводу возможности наступления лучшей жизни. Но те, кто постарше, там, или старше меня или моего возраста, прекрасно это помнят. Вы вспомните, сколько было совершенно глупой эйфории по поводу того, что как мы теперь здорово заживем, как теперь все будет по-другому, как будет все интересно, так сказать, какая будет яркая жизнь, а главное, как, так сказать, мы заживем пока-то, в достатке. Ведь кто умеет трудиться, тот будет получать деньги, все будет шикарно, все будет здорово, да. Интересно, что на Украине вот эта ерунда до сих пор продолжается. Я вообще удивляюсь, так сказать, гипнабельности украинского населения, как можно 23 года ездить по ушам и верить в зарплату в 3000 евро, которые тебе завтра принесут на блюдечке, когда тебя примут Евросоюз. Хотя у Евросоюза вообще таких глупых мыслей даже никогда в жизни не было. Но тем не менее, люди в это верят массово. Так вот, Россия, несомненно, отказалась, добровольно отказалась от своего национального проекта, добровольно отказалась от своих внешних интересов. И повсеместно на постсоветском пространстве и на Украине в частности, она бросила людей, на которых можно было опереться в работе на этом направлении. Просто бросила. А в ряде случаев, между прочим, я это говорю ответственно, господин Ельцин просто сдал их. Сдал их, ну вот на Украине я таких фактов не знаю, я знаю это по ряду центрально-азиатских стран, где именно с помощью команды Ельцина ликвидировали ряд, скажем, пророссийских или русских организаций. Просто ликвидировали. Потому что их слил господин Ельцин, потому что считал, что это важнее. В этот период времени никакой самостоятельной политики в России не было. Вспомните там тоже Югославию, все эти прекрасные министры типа Козырева, Иванова и прочее, прочее, прочее. На Украине не велось никакой работы в этом направлении. По сути, мы говорили, мы тоже стоим в этой длинной очереди к дверям западной цивилизации. Мы тоже. Мы спорили с Украиной за то, у кого какой номерок на руке написан, так сказать. Вот к этим дверям счастья. А поэтому и не было никакой работы. А за это время, во-первых, развалилось все то, что могло быть полезным. В этом смысле удивительно, как вообще в Крыму сохранилась, так сказать, такая законсервированная ситуация. Это во-первых. А во-вторых, отчасти даже на российские деньги вырос абсолютно антироссийский политический проект. Украинское государство выросло на российские деньги. Вся эта антироссийская украинская элита выросла на российских деньгах. На схемах по торговле с Россией. На разных, так сказать, заказах и преференциях. На низкой цене на газ и прочее, прочее, прочее. И это правда. За эти 10-15 лет было разрушено столько, сколько за 5-7 лет, пусть даже более или менее жесткой политики Путина исправить было просто-напросто невозможно. Тем более, и эта политика, она так начинала с малого. И до сих пор, вот я про Керри вам рассказывал, до сих пор мы все ждем, когда же Запад все-таки нам улыбнется и прочее, прочее, прочее. Чего, на мой взгляд, делать не надо. Надо улыбаться дипломатам. У Лаврова работа такая улыбаться. Но, тем не менее, надо при этом четко осознавать свои интересы. Отсюда и все ответы на ваши вопросы. Этой работы не было. Не было. Не было внешней политики. Не было осознания собственных интересов. Точнее, осознание было, но не было готовности их отстаивать. И мы потихоньку выздоравливаем от этого. Еще не выздоравливали до конца. Выздоравливаем от этого. Потихоньку, наконец, от этого опьянения отходим. От этого, так сказать, вот от этих всех иллюзий. И я надеюсь, что медленно, но будем выстраивать более эффективную работу. Уже выстраиваем, да? Другое дело, что на Украине было потеряно так много, что, может быть, что-то ушло и безвозвратно. Если говорить о сегодняшнем дне, то в реальности все те персонажи, о которых вы сказали, конечно, уже сейчас, вот о них надо было говорить тогда. Почему они тогда не делают? Вот это вопрос. А сейчас почему не делают? Потому что их уже там, так сказать, прижали к стенке и делать им ничего уже не могут. Может, они уже и хотят что-нибудь сделать, да им уже никто не даст этого сделать. Если тогда еще можно было хоть что-то делать, да, ну, даже многое было делать можно, другая совершенно ситуация, то сейчас, так сказать, наиболее агрессивный формат, который только можно придумать, наиболее агрессивный. Поэтому в этом формате, конечно, работать крайне сложно. И я думаю, что одна из главных задач, это все-таки донесение более или менее аргументированной информации. Ведь они не зря отключили российские телеканалы. Они говорят, российские телеканалы – это сплошная пропаганда, это зомбирование, это вообще чушь собачья. Ну, если это такая чушь, чего вы их боитесь? Ну, и оставили бы у себя, пусть люди смотрели бы эту чушь и смеялись над пропагандой Кремля. А на самом деле дело, кстати, не так. Да, у нас в России тоже есть своя пропаганда, иногда она перегивает палку, иногда и по ушам проедется, ну, как не без этого. Но в целом, конечно, наша информационная работа более аргументирована и более, в большей степени обирается на факты. То, что происходит сейчас на Украине, это действительно такой, знаете, психиатрический эксперимент над миллионами людей. Фактически, украинские общества вращают в некое подобие секты. В секте альтернативное мнение невозможно. Человек не слышит аргументов и доводов, его не интересуют факты. Он оперирует некими идеологиумами, которые могут быть невероятно абсурдными. Но они носят характер религиозных догматов. Вот чего они хотят. Почему они убили Олесю Бузину, я с которым был знаком лет 10? Потому что он взывал к здравомыслию. Он не был агентом кремлятам или что-то в этом роде. Но он здраво рассуждал с позиции как бы патриота Украины. Который говорил, я-то патриот Украины, но тот путь, который вы сейчас выбрали, он ведет нас к катастрофе. И вот это здравомыслие их настолько раздражало, что они его убили. Просто убили. То есть слышать что-то альтернативное для них это просто смерти подобно. Поэтому вот эта информационная работа, она имеет крайне важное значение. Может быть даже Крым здесь мог бы играть какую-то особенную роль. Но вообще еще что я хочу сказать. Вообще, конечно, я просто несколько раз это уже повторял, но еще раз, я думаю, надо повторить. При всем при этом, еще раз говорю, я считаю, что украинскому народу можно посочувствовать, потому что то, что с ним сейчас происходит, это дичащий эксперимент, это просто зоопарк. Ведь посмотрите, эти люди, которые называют себя украинской элитой, они не являются ни украинской, ни элитой. Это люди, разрушающие Украину. Они ее разрушают. Еще когда только Майдан начинал, я говорил, они топчутся на украинском суверенитете, топчутся на нем. Они его разрушают. Они говорят, мы за национальную идею Украины, мы за независимую Украину, а на самом деле все по-другому. На самом деле все, что они делают, не соответствует интересам суверенной Украины. Не российским там каким-нибудь, да, суверенной Украины. Потому что все, что они делают, я уже сказал, во внешней политике ввергает их в возможную войну и ставит их в роль пушечного мяса, что ничего хорошего принести не может. В экономике, на самом деле, уничтожает огромные сектора украинской экономики, сектора просто выкашивают, что вместо них непонятно. В социальной сфере обрекают на очень тяжелое выживание или там вымирание огромные слои малообеспеченного населения. А в гуманитарной сфере кует совершенно нового украинца, в которого вкладывают самые гнусные качества человеческой натуры. Можно убивать, воровать, так сказать, насиловать, беспредельничать, если слава Украине. То есть из-за Украины тебе вообще можно все. Это, извиняюсь, это сатанизм по большому счету. Просто сатанизм. Это подмена десяти заповедей десятью антизаповедями. И недаром у них, так сказать, собственного патриарха на этот случай они завели уже себе, который, так сказать, все эти вещи оправдывает. Это собственные идеологемы. Это же на самом деле тяжелейшая трагедия в первой жизни самого украинского народа. Это власть антисуверенна, антиукраинская с точки зрения независимой Украины. Но я уж не буду говорить, так сказать, о подборе фамилий, да. Там нет украинцев, так сказать, их там нету. Я в данном случае никакой тут это, я не нагнетаю ксенофобии или антисемитизма. Потому что мне кажется, что эти люди, они и, в общем-то, и к собственному этносу относятся, как-то очень странно. Если честно. Потому что если они думают, что это их не затронет, они ошибаются. Это сейчас пока все там, так сказать. А дальше неизбежный, поиск врагов неизбежно дойдет до них. Если вы идею мести, идею войны, идею беспредела ставите во главу угла, она до вас, вы будете следующий, до кого она дойдет. Потому что у вас не получится всю жизнь обвинять в этом Путина. Ну не получится и все. Вот Крым, так сказать, отошел. Здесь уже поставили, так сказать, комплексы там ПВО С-400 и все. Хотите попробовать? Давайте скорее, так сказать, мы ждем. Потому что ответным броском можно будет как минимум дойти до Запорожья, хотя бы, так сказать, создать коридор. Мы уже ждем, когда вы начнете отвоевывать Крым. Скорее уже давайте. Вот. Не получится, да? С Донецком и с Луганском тоже проблема. Откровенно говоря, военные вооруженные силы Украины не показали себя эффективными. Да, Стрелков ушел из Краматорска и Славянска. Но и то он сам ушел оттуда. Не они его выбили, а он сам ушел. А в Донецке и Луганске не получилось сделать того, что они хотели. А это значит что? С Россией воевать? Ну хоть там, вот он говорит, день и ночь куется оружие победы, так сказать, да, эти волшебные украинские лопаты или что там, не знаю, какие-нибудь там стреляющие ломы или боевое сало, все равно, не имеет значения. Даже если оно будет куваться день и ночь, никакой войны с Россией Украина не выдержит в принципе. Это абсолютная чушь. Для нее это будет означать конец. Начало войны будет означать конец. Независимо от того, даже в каком состоянии будет Россия. Тогда с кем вы будете воевать? А вот воевать они будут с самим собой, с собственным населением. Неизбежный абсолютно путь украинского государства построение жесткого, такого психиатрического, милитаристско-полицейского порядка. Они этим и занимаются. Заводы закроются. Надо компенсировать милитаристским угаром. Так сказать, да. Надо компенсировать вот этой истерикой. Насколько ее хватит, не имеет значения. Посмотрим, насколько хватит. Так вот, это и к тому, что и до этих людей очередь дойдет. Дойдет, потому что надо будет все время, так сказать, искать внутренних врагов, как бы душить их, кромсать, показывать, как вот их рвут на части и прочее, прочее. И в этом смысле, конечно, позиция этих людей, ну там, в общем, она такая тоже, мягко говоря, удивительная. Но в любом случае она не украинская. К интересам Украины, украинцев, как этноса, это отношение не имеет. А по поводу отношения к ним, я могу сказать, что я лично испытываю жалость, и я вот призываю вас всех не испытывая, не уподавляться им, не культивировать ненависть. Там, где надо, мы, несомненно, должны давать отпор. Там, где надо, несомненно, надо занимать жесткую позицию. Но культивировать ненависть по отношению к все равно родным нам людям не имеет значения, не имеет неправильно, даже несмотря на то, что они находятся в состоянии глубокого заблуждения. Уподобиться им означает стать такими же, как они. Я думаю, что этого делать не стоит. И в этом смысле, вот я знаю, некоторых раздражают, меня не раздражают украинские указатели на Крымских дорогах. Ну и пусть висят себе. Пусть себе висят. А что, так сказать, и язык очень, так сказать, вполне себе певучий. Я не вижу, я не считаю, что надо развивать какую-то такую, знаете, бутовую борьбу там с символами и так далее. Наоборот, мы должны показать. Они утверждают, что существование невозможно, что это антагонизм, что Украина не Россия, что Россия всю жизнь жрала, так сказать, и пила кровь украинцев и прочее, прочее, прочее. А мы им покажем, что это не так, что так никогда не было. И на самом деле это вранье. И всегда, так сказать, жили, пусть может быть где-то что-то делили или как-то ссорились, но всегда жили общей жизнью и находили общие цели. И как бы не было никогда никаких препятствий. И здесь в Крыму их не будет. Пусть они сколько угодно об этом говорят, что вот здесь все там под домом автоматы ходят, а мы им докажем, что это не так. Вот и все. А главное, докажем, не докажем, главное, чтобы это реально было не так. Ну вот примерно так, не знаю. Я не понял, ответил я или нет. Да. Все, пожалуйста. Наталья Гук, в 1980-е годы, помню, прежнего, да, и когда мы не сотрудничали с Америкой. Я считаю, что это было замечательное время, когда мы не сотрудничали с Америкой. Что произошло после этого? Начали в Америку продавать детей за 1000 долларов и просто как бы на учебу отправлять. После этого, что вкладывали в наших детей? Вот. Сейчас идет обратная ситуация, когда из этой Америки эти дети возвращаются и в Украину или в Россию они едут. опять же, экономика, доллар, да, вот этот, через него вытянули все средства. И еще у меня такой вопрос, сегодня я почему-то поняла, что Россия нас ведет в светлое будущее, да, а Америка все время, у них конец света. Это же был такой у нас в Крыму день, когда ходили, вот сегодня последний конец света день. Хотела бы спросить все-таки, возможно ли как бы отказаться от сотрудничества с Америкой, вообще вот никаких контактов? Потому что мы даже не знаем, что они еще. Да, я понял, да, это самое, я вот просто не до конца ответил на ваш вопрос, но он связан с Америкой. Вот вы говорите там, да, какие-то там правые секторы и прочее, прочее, вот они вышли. Да, при всем при этом, хотя я призывал там ненависть не культивировать, я конечно считаю, что мы должны жестко реагировать на все эти вещи. Не надо здесь вот этих розовых слюней, так сказать, и соплей разводить, так сказать, и ходить тут это, и делать вид, что ничего не происходит. Там, где это нужно, надо реагировать максимально жестко. И по экономической политике, вот лично я не поддерживаю в экономическом смысле заигрывание с Украиной. Не поддерживаю. Я не понимаю, почему мы, так сказать, должны продавать им уголь, да, а они не дают воду в Крым. Я считаю такую позицию недальновидной. Кого мы хотим, грубо говоря, поразить своим великодушием? И чего мы ждем от этого? Я считаю, что можно было бы действовать более прагматично. Более прагматично. Если мы думаем, что Запад оценит такое наше, так сказать, поведение, нет, не оценит. Если мы думаем, что украинский обыватель оценит такое наше поведение, нет, не оценит, потому что он даже об этом не узнает. Потому что на Украине все эти вещи выворачиваются наизнанку. Там говорят, что вот, так сказать, мы заставили этих диктатора Путина продавать нам уголь, или они вынуждены продавать нам эту электроэнергию или газ. Это наша сила. Не оценят, тем более, что мы пиар-модель по продвижению собственных достижений не организовали, и раньше не организовали, и сейчас ее до сих пор нет. То есть, я думаю, что, конечно, речь не должна была бы идти о какой-то блокаде, но речь должна была бы идти о более твердой политике. Может быть, ценой вопроса, и скорее всего, ценой вопроса является вопрос, а, транзита российского газа через украинскую территорию, то есть здесь идет торговля скрытая, и, б, это российской собственности бизнес на территории Украины. То есть, когда спрашивают, почему мы это делаем, и прочее, прочее, я думаю, что реальная причина все-таки стоит вот в чем. Мы, тем не менее, вынуждены считаться с тем, что мы до сих пор прокачиваем газ через Украину, а, в общем-то, те же американцы спят и видят для того, чтобы окончательно дискредитировать экспорт российского газа в Европу и заставить Европу задуматься о необходимости экспорта американского сланцевого газа. Так вот, для нас важно все-таки реализовать проект турецкого потока, до этого южно-турецкого, чтобы снизить до минимума транзит газа через Украину, для того, чтобы можно было в перспективе полностью отказаться от этого. Для нас это крайне тяжелые проекты. Они, на самом деле, очень затратные, и они действительно политически мотивированные. Но мотивированы они тем, вот этой тяжелой историей транзита через Украину. У нас просто, на самом деле, нет другого выбора. Так вот, это первый момент, по которому нам приходится играть вот в эту двойную игру, в которой, между прочим, тоже как бы ультрапатриоты обвиняют Путина. Что ж ты Путин? Мало того, что ты, так сказать, не высадил десанта, так ты еще ему вот и угли продаешь. Когда ты сидишь дома, так сказать, и вечером, так сказать, там, просматриваешь интернет, это все-таки не одно и то же, что управлять Россией. Это разные масштабы, да, как бы. Без обид, а просто, я это и себе в том числе говорю. И второе, это, конечно, огромные куски российской собственности на украинской территории. Несомненно, момент шантажа здесь существует, и есть момент надежды на то, что, может быть, сохранение ее создаст в будущем некий задел для, может быть, нормализации отношений. Потому что, в конце концов, все равно эти люди будут уходить, эти люди будут уходить. Так или иначе, да, им придется, да, они попытаются, конечно, сохраниться, они попытаются в том или ином качестве это самое, но они не вечные. И вот эта конструкция, она не может, вот, я не верю в украинский рейх, честно скажу. Может, они хотят ее создать, но я в него не верю, для него очень мало внутренних предпосылок, начиная от украинского национального характера, он не немецкий, мягко говоря. Половину денег на рейх украдут еще по дороге. Вот. Это первое. И второе. На самом деле, Гильдеровский рейх стал возможным только на базе мощнейшей экономики. Где эта экономика на Украине? Она сейчас на наших глазах превращается просто в пыль. Обсуждается горячо вопрос продажи земли. Это экономика называется? Это называется полная распродажа, все, сейл, так сказать. В нашем ларьке все трусы по 10 рублей. Заходи, кто хочет. Все. Все товары по 20-ке. Это не экономика. На базе такой экономики не будет никакого рейха, так сказать. Он невозможен. Вы хоть, так сказать, опрыгайтесь там, да, и зайдите слюной. Выдумайте себе какие угодно, так сказать, эффектные нашивки, там, надейте балаклавы и ходите. Вот мечта последних, так сказать, маргиналов, честно говоря, там, чмошников, если честно, подзаборных. Там он учиться, учиться он не мог, у него с мозгами проблемы, так сказать. Да, работать он не хотел, потому что думает о себе много. И вот счастье, им дали балаклаву, им дали в руки автомат. Это же мечта изгоя. Мечта человека, не способного реализоваться, он получил, так сказать, доступ к беспределу, не основанному ни на чем. Ни на чем. Тут там тоже много, так сказать, всяких психологических вещей. Так вот, так вот, о чем мечта я, об Украине? А, ну так вот, ну так вот, здесь, в экономике, в экономике, заканчивая ответ на этот вопрос, я думаю, что все-таки им надо было бы поступать жестче, но при этом, имея в виду вот эти неявные, но очень серьезные ограничители. Очень серьезные ограничители, которые мы не можем игнорировать. Потому что если мы сейчас начнем их игнорировать, предположим, ну вот представьте себя, Украина, так сказать, перекрывает накануне следующей зимы полностью транзит российского газа. Эта ситуация будет сложной для нас в отношении с Европой, несомненно. То есть наше, так сказать, руководство хотело бы, конечно, сейчас пытается тянуть время. И это к вопросу о Мариуполях, так сказать, Славянска, Храматорска в том числе. тянуть время, создать инфраструктуру, которая позволяет не зависеть от того, о чем мы сейчас зависим, а мы зависим, понимаете, ну зависим, никуда не деться, надо здесь поступить умно, аккуратно, совсем аккуратно уже не получилось, но тем не менее лучше поздно, чем никогда, и это важно понимать. По поводу Америки, да, вот женщина задавала вопрос, можем ли мы, ну он такой странный, конечно, можем ли мы не сотрудничать с Америкой, ну можем, так сказать, да, но это знаете, как вот там, могу ли я делать вид, что там, я не знаю, моего соседа не существует, ну вы делать вид можете, так сказать, но он все равно существует, вот, это как вот многие украинские, между прочим, так сказать, оппоненты, когда у них уже нет аргументов, там говорят, зачем, они говорят, а я так хочу, так сказать, ну ты можешь, хочет, что ты хочешь, так сказать, да, Амир, он другой, вот он хотел бы, чтобы Путин застрелился, а Россия бы из-за самихся развалилась за два месяца, и в принципе, они, многие там это всерьез ожидают, но этого не происходит, да, и не произойдет, и это надо учитывать, и с Америкой то же самое, независимо от того, как относиться к Америке, я к их системе, так сказать, вот, антиценностей отношусь крайне негативно, но надо просто смотреть фактом в глаза, я против любых иллюзий, как либеральных, так и ультрапатриотических, любая нетрезвость в мышлении, любое нездравомыслие, оно не идет на пользу, независимо от того, чем оно мотивируется, Америка – великая страна, великая страна, да, она сделала капитал на двух мировых войнах, Первой и Второй мировой войне, а кто виноват в том, что не возникли? Европейцы? Что кто-то, Америка, заставляла начинать Первую мировую войну, она тогда вообще была не при делах. Или, может быть, Америка, так сказать, сыграла ключевую роль в начале Второй мировой войны, но какую-то сыграла, но не ключевую, но не ключевую. Они сделали на них капитал, сделали, пока европейцы друг друга крошили миллионами, они сделали на этом капитал, ну, так сказать, сделали и сделали. И они действительно построили, так сказать, пусть даже не совсем честным путем, достаточно сильную страну, серьезно сильную страну. Это действительно мировой лидер. Как с этим можно не считаться? С этим не считаться совсем нельзя, потому что это фактор глобальной политики, и игнорировать его невозможно. Другое дело, что не надо вот чего делать, не надо молиться на Америку, не надо свою жизнь ставить в зависимости от Америки, как это мы делали в 90-е годы. Не надо самих себя легитимировать через мнение американцев, чего мы ждали в 90-х годах. Вот, а если мы сделаем так, американцы одобрят или нет? Если одобрят, это хорошо, это правильное действие. Если не одобрят, это плохое действие. Вот этого не надо делать. А мы же этим и занимались. Посмотрите, как мы сами развивали свой собственный комплекс неполноценности, тяжелейший, тяжелейший. Ведь, как мы себя ощущали в 90-х годах? Мы недоделанные. У нас неправильная история, все не так. А другое дело, американцы или европейцы. Почему? Потому что они едят на серебре, так сказать, и там какают на золотых унитазах. Вот это мы сами признали критерием успешности. Но сами признали, и полезайте туда. Туда и полезайте. Оказалось, вы там не нужны, а никто вам этого не обещал. Дурачки. Да, у вас отняли все, что могли отнять, сели вам на шею. Ну так по делам же вам, урок вам на будущее. Вот и все. Вот что самое главное. Извлечь из этого урок. Молиться на них не надо. Это правда. Не надо тупо копировать, так сказать, все то, что они советуют делать. Это правда. Надо критично относиться и даже к их успешному опыту. Это правда. Но игнорировать их существование, искусственно ограничивать связи, так сказать, там, которые нам выгодны, или еще хуже того, делать смыслом жизни победу над Америкой, тоже не стоит. Я считаю, что вот все-таки смысл жизни, это не победа над Америкой. В конце концов, и до Америки мир стоял. И до Америки была и Россия, так сказать, и была и политика, была и экономика, было много стран. Ну вот Америка, 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 Америка. Ну да, сейчас мы живем вот в этот век, когда Америка играет серьезную роль. Но не Америка и не победа над ней является смыслом жизни. Вот не надо делать ее смыслом жизни. смыслы у нас должны быть собственные в политическом измерении это собственное развитие устройство собственного жития-бытия отстаивание собственных интересов вот это важно а победа над Америкой это та цель которая может нас завести тоже в неправильном направлении истощить наши силы и ничего нам не дать это не нужно абсолютно и над Европой победа нам не нужна тем более над Украиной не нужна мы должны осознавать свои интересы и по возможности их достигать мирными путями где нельзя, там применять и твердость два вопроса первый такой иносказание в жизни и в политике, в дипломатии в жизни иносказания, например подали Горбуш на Световстве ясно дело отворот-поворот а в политике вот сейчас, приезду Керри Лавров на белой победе будем так говорить подарил помидорчики с картошечкой довольно-таки крупные, большие но если бы он подарил огурчики с помидорчиками народ бы как-то уже домыслил что мы и куда, как говорится, ложили на ихнюю политику а так вот что это, как говорится сейчас тоже в интернете обсуждают что этим хотели сказать и второе Россия Кита то, что было 9 мая это показное или это уже такой сумасшедший прорыв в отношениях понял ну слушайте вот, конечно интернет нас всех прямо превратил в каких-то журналистов и прочее-прочее я вообще очень скептически отношусь к интернету я не считаю интернет территорией правды я считаю интернет территорией еще более дремучих заблуждений вот и в этом смысле манипуляция сознанием через интернет проходит еще более эффективно чем даже через телевидение вот у нас многие люди гордятся тем что они не смотрят телевизор и говорят я этот зомбоящик не смотрю я в интернете ну и дурак потому что в интернете тобой манипулировать еще легче почему? потому что ты уверен что там только правда или потому что ты уверен что у тебя есть какое-то эксклюзивное поле где ты можешь узнать что-то такое интересное ну прекрасно иди сюда мой сладкий сахар вот здесь мы сейчас сейчас мы тебя по ушам лапшу и навешаем тем более что в интернете это можно делать совершенно анонимно и очень эффективно я так сказать человек проведший там десятки избирательных компаний информационно-политических могу сказать что и сам грешен да когда надо было замутить анонимную компанию в интернете да это милое дело и человек сам будет думать что он сам да все докопался что он знает там пророчили да фрагфеллеров там он это все пятое-десятое а ему просто проехали по ушам и развернули в нужную сторону это я просто про интернет с интернетом надо быть очень осторожным я например не понимаю что хорошего в том что например у нас там в интернете сидят и дети и бабушки а нафига он честно говоря и детям и бабушкам зачем он нужен вот у нас экс-президент бывший он все ратовал за то чтобы широкополосным интернетом охватить самые отсталые районы страны в каждый сельский сортир по широкополосному интернету а зачем а для чего для того чтобы 6 или 10 летние дети имели доступ к порнографии имели доступ к какому-то такой гадости которую раньше и придумать невозможно было раньше взрослый человек стал бы выдумывать и не выдумывал бы того что можно так сказать за 3 секунды найти в интернете при этом ищать детскую книжку какую-нибудь для этого что ли бабушки должны записываться там вот у нас в поликлинику по интернету она не знает с какой стороны подойти к этому не надо делать из этого фетиш вообще вот этот делать фетиш так сказать из этих всех вот там примочек прибамбасов так сказать интернетов там я туда-сюда на эту так сказать кликнул здесь я в этой сети это еще один соблазн это прелесть как говорят богослови это прелесть это мнение себе будто бы я компетентен будто бы я что-то могу смотрите так сказать ведь смотрите миллионы людей соблазнили тем что раньше он просто тупо смотрел телевизор а сейчас у него есть клавиатура он сам написать туда вот раньше они когда в жизни бы нигде не показали а сейчас там ну раз там этот самый ник там какой-нибудь себе придумал вообще на угарный Бэтмен и написал а я считаю вообще ничего не знает что так сказать у него там три класса и два коридора, незаконченный первый курс заборостроительного института, вот, а он академик всех наук и чемпион всех видов спорта, и с опломбом там пишет какой-нибудь сопляк, который, как бы, да, спорит там с академиком или реальным экспертом, аналитиком, да, а это к чему ведет, между прочим, это ведет, на самом деле, к откату назад, это базарная площадь средние века, это, на самом деле, нивелирование авторитета, это территория, где авторитет эксперта, реально разбирающегося, ставится на одну доску с соплевым подростком, который придумал себе эффектное фото, и они на равных с ним, так сказать, пытаются соревноваться, это, на самом деле, откат назад, это удивительная философская вещь, я, как философский факультет закончился, человек все-таки немножко прогружен, так сказать, вас этими делами, ведь посмотрите, что происходит, техника идет вперед, осознание идет назад, назад, да, базовый уровень образования, так сказать, до среднего, он повысился, там, за последние, там, 200-300 лет, но уровень профессионального знания, на самом деле, в том числе с интернетом, стал откатываться назад, все больше и больше стало профанство во всем, человек стал более податлив к абсолютно некритичному восприятию информации, потому что, если раньше ему сказали, он подумает, а теперь ему транслируют образы прямо в мозг, конкретные картинки прямо в мозг закладывают, непосредственные прямо блоки, так сказать, да, вот такие, программирующие, прямо в голову, думать не надо, надо просто нажимать на кнопки, на клавиатуре, а поддерживается это возгонкой гордыни, замолчи, возгонкой гордыни, тебя не спрашивают, да, тем, что человеку сыграли на его амбиции, амбиции, вот ты можешь сам написать туда свое мнение, и все, это же игра на обычном, я бы сказал, профанском тщеславии, на низком уровне образования, поэтому, вот я лично вас призываю подходить к интернету осторожно, интернет это море дерьма, в котором можно найти, так сказать, ложку меда, но смотрите, что как бы вы перед этим не отравились этим дерьмом, да, как бы, пока вы доберетесь до этой ложки меда, может быть, уже, так сказать, вывернет наизнанку, и ты уже вообще ничего не сможешь воспринимать, и это, и это, и это крайне важно, поэтому, вы просто задали вопрос, как будто вы из журналистского пула, а вот, там, Путин сделал, вот так, это что значит, так сказать, а Обама почесал вот так вот, а если бы он так почесал, нельзя, у него с этой стороны зачесалось, поэтому он так и почесал, что касается победы, ну, да, это, как сейчас модно говорить в том же интернете, такой легкий троллинг, приехал, так сказать, на победе, отечественный автомобиль, при этом победа, да, это здорово, является это символом чего-то, но может быть, это является символом того, что мы от своей победы не откажемся, не откажемся, если вам нужно толкование, что касается помидорчиков и картошки, вы говорите, вам хотелось видеть там огурцы, ну, я не знаю, понимаете, это же, ну, да, бананы в нашей стране не растут, так сказать, да, ну, что делать, ну, я думаю, что не надо к этому подходить так серьезно, потому что эта история же началась с того, что при встрече в Париже Керри подарил ему какую-то там картошку, ну, вот, на тебе и эту картошку. Я думаю, что это тоже, здесь не надо эти вещи преувеличить. Теперь про Китай, потом мы так долго будем. А что касается Китая, конечно, Китай преследует в первую очередь собственные интересы, и это очевидно. Обвинять их в этом довольно странно. Конечно, нам русским, мы русские, в общем, как на самом деле, религиозная нация, потому что мы и в советское время верили в советское строй, как в Бога. Это наш характер этой веры, он был религиозный. Мы, конечно, хотим верить людям. И, в общем, это нормальное дело, верить людям, верить в добро, верить в хорошее намерение. Вот. Но надо понимать, что, конечно, китайцы преследуют собственный интерес. Вопрос не в этом. Обвинять их в этом бессмысленно. Вопрос в том, что, по крайней мере, на данном историческом отрезке, их интерес в значительной степени совпадает с нашим интересом. Не во всем, но по большому количеству пунктов совпадает. Поэтому мы идем с ними. Это нельзя тоже, опять же, как об Америке. Мы не можем игнорировать, что они Америки, но мы не можем игнорировать тот факт, что Китай худо-бедно является первой экономикой мира. По крайней мере, по производству реального продукта он давно уже обогнал США. Давно уже обогнал США. Не считаться с этим невозможно. Использовать это нужно. А что еще нужно использовать? Можно использовать геополитическое положение Китая. Например, понять, что у Китая вообще-то нет друзей. У нас, наверное, даже больше союзников, чем у Китая. У нас там есть худо-бедно Белоруссия с Казахстаном. А у Китая вообще нет друзей. Посмотрите по периметру. США – это их конкуренты. Япония – злейший враг. Южная Корея – проблемы. Вьетнам их ненавидит. Юго-Восточная Азия – это то же самое. С Индией конфликты. На самом деле Китай в нас очень заинтересован. А он понимает, что если он вдруг поругается еще и с Россией, ядерной державой, способной даже США бодаться, его положение будет очень неприятным. И китайцы понимают, что, в общем-то, одним из планов Запада в свое время было сделать Россию своим собственным союзником, для того, чтобы в том числе и с помощью России давить на Китай. Представьте, например, давление на Китай с севера, давление на Китай с океана со стороны США и Японии, и еще с юга. Это кошмар для Китая. Это кошмар. Поэтому и их интерес совпадает с нашим на данном этапе. Совпадает. Вот, например, говорят, вот вы там собираетесь строить вот эти трубопроводы по доставке российского газа в Китай. Да им это не нужно. Да я вас умоляю. Им это очень нужно. Им это очень нужно. Потому что к ним значительное количество сырья доставляется морем. А на море первую скрипку играет американский флот. И еще будет долго играть. А может быть, действительно, и сто лет еще будет играть. И вот в случае возникновения нештатной ситуации, американцы в три приема перекрывают Китаю доставку всех жизненно важных ресурсов по морю. А вот трубопровод с газом из Сибири они не перекроют. И никакой шестой флот им в этом не поможет. Ни шестой, ни пятый, ни десятый. И китайцы это понимают. Да, они торгуются за цену. Да, им это важно, несомненно. Да, они будут искать наиболее выгодные условия для себя. Но им это нужно. Нужно с точки зрения военно-политической, экономической и так далее. Это понимают они, это понимаем мы. И в этом наш интерес совпадает. Что касается экспансии китайцев на Дальний Восток. Она существует, но это не экспансия с отторжением территории, что называется. И это, она все-таки не носит тотальный характер. Ну, тотального характера она не носит, скажем честно. Она носит характер трудовой миграции. То есть такой же, как носит характер трудовой миграции, там присутствует таджиков, там не знаю, узбеков и прочее, прочее. В других регионах нашей страны. Но их мы воспринимаем немножко по-другому, потому что не по-русски разговаривают. А китайцев мы откровенно боимся. Но дело в том, что ключи от этой проблемы остаются у нас в руках. Китайцы не становятся гражданами России в большинстве своем. Это для них достаточно затруднительно. Да, некоторые находят лазейки, но не большинство. То есть ключи от этой проблемы остаются у нас в руках. И это важно. Это важно. Не надо давать гражданство. Не надо поощрять создание национально замкнутых анклавов проживания. Все просто. Методы регулирования этой проблемы существуют. Вот для тех, кто, может быть, изучал историю, и тех, кто старше, они, может быть, в курсе. Например, в Москве в 20-е годы была проблема с китайцами. Знаете, нет? В Москве в 20-е годы, уже при советской власти, были целые китайские кварталы. Китай лежал в полном дерьме, скажем честно. И они разбегались во все стороны. В Москве существовала огромная китайская община. И она торговала, так сказать, всякими разными товарами смешными, в том числе то, чем называют йо-йо, а тогда это называлось уди-уди. Такая ерунда на резинке, которая, так сказать, вот так вот туда-сюда. Мне об этом рассказывал мой дед, потому что я как бы москвич, он мне рассказывал об этих вещах. Так вот, в какой-то момент китайцы начали активно торговать наркотиками в Москве. Ну, в первую очередь, тогда это был кокаин. И, в общем, власть поняла, что это проблема, потому что на это стало сажаться тысячи и тысячи людей. Ну, и она была решена, эта проблема. Так как большинство из них гражданами Российской Федерации, Советской Республики тогда не являлись, их, в общем, достаточно решительно, в течение буквально двух-трех месяцев выдавили всех за пределы молодой Советской Республики. И если ключи от этой проблемы держать у себя в руках, то ее можно контролировать. При этом, конечно, надо за этим очень аккуратно следить. Что касается, возможно, военной агрессии Китая, я в нее, честно говоря, не верю. Вообще, если посмотреть историю Китая, Китай, конечно, развивался в основном на юг и восток. На юг и восток. На западе были, так сказать, пустыни и Тибет, а на севере была холодная Сибирь. Вы же должны понимать, что Китаю минимум три тысячи лет. Китайцы говорят, что пять. Но три гарантированно. Как вы думаете, за эти три тысячи лет они имели возможность освоить Сибирь? Нас вообще в помине еще не было. Вообще в помине. Мы еще были в составе, так сказать, вот этих народов, которые переселялись неизвестно откуда, неизвестно зачем и неизвестно куда. Вот. Которые просто дико, так сказать, мчались там по степям. А у них уже было государство. И была эта Сибирь. И она и тогда была пустая, еще пустее, чем сейчас. И не было там никакой России. Почему они не двинулись на север? Потому что на самом деле для них это крайне тяжело. Китайцы любят селиться там, где им комфортно жить. Для них вообще освоение Сибири, это несомненно, вот историческая заслуга наших предков. Никто другой, никакая другая нация, так сказать, которая могла на самом деле колонизировать Сибирь, не пошла на это, потому что это было очень тяжело. А русские пошли на это и выиграли. Кстати говоря, это одно из наших конкурентных преимуществ. Может они с Дуру пошли, неизвестно, как вот Гермак Тимофеевич, куда он пер? Он просто пер, все, так сказать. Ему, кто не в курсе, Гермаку ведь никто не давал приказа куда-то переть. У него не было ни поручения, ни распоряжения, ни бумажки, ни мандата. Он этот поход организовал самовольно. И уже только потом, когда он написал в Москву, что, так сказать, вот, присоединил земли. Ему сказали, ай, молодца, так сказать, теперь они наши. А на самом деле никто ему мандата такого никогда не давал. В этом всегда и было свойство русских, отличавшее их от других, так сказать, этносов. В том числе способность переносить трудности, способность к терпению. Суворов говорил, терпение в бою это победа. И, между прочим, недаром вот пытаются вот этой всей, между прочим, обволакивающей западной культурой комфорта лишить нас этого конкурентного преимущества. Терпение в бою это конкурентное историческое преимущество русских, которое позволяло нам выдерживать там, где другие пасовали, где другие просто отступали, где другие дальше не могли действовать. А мы могли действовать. И вот 70 лет победы тоже это совершенно четко показали. Мы могли действовать. Сейчас нас совершенно умышленно разжижают до состояния такого амебы. Вы хотите жить комфортно? Ну, конечно, елки-палки, да? Вы будете жить комфортно, вы будете счастливыми, счастливыми, счастливыми. И так далее, и так далее, и так далее. Вот нам это тоже важно понимать. Так вот, я заканчиваю про Китай. Китайцы не двигались на север. И даже освоение северного Китая долгие годы было под вопросом. Вот эти районы внутренней Монголии, они были многие долгие годы, и даже в районы Харбина и прочее-прочее, долгие годы были пустынными. Мне по приглашению китайцев приходилось не раз там бывать в самом Китае, ну и они так проявляют, понятно, интерес, но все они что-то там ходят, что-то собирают, информацию и прочее-прочее. Так вот, даже освоение северного Китая в свое время было организовано путем вот такой военной мобилизации во времена Мао Цзэдуна. Мао Цзэдун двинул туда людей под предлогом необходимости защиты, там, вот в период этого кризиса отношений, под предлогом необходимости защиты границ от Советского Союза, двинул людей, в том числе с целью освоения этих территорий. То есть, для него это не характерное направление. И если почитать историю Китая, историю Китая как бы, в истории Китая не было ни одной крупной, успешной военной агрессии. Ни одной, ни одного крупного похода. Китайцы, цивилизация замутая на себя, поднебесная. Они себя считают центром земли, не надо никуда идти. Они себя считают центром земли. Недаром китайский император раньше принимал послов, которые, так сказать, подписывались под тем, что они являются его вассалами. Вот даже русские послы, придя, так сказать, в Китай, их восприняли как людей, принесших Россию китайскому императору. Потому что он считал, что мы присягаем на вассальную зависимость Китая. Потому что по-другому они вообще себя и не мыслили. Это важно понимать, потому что это тоже особенности менталитета. А нынешние современные китайцы еще меньше способны к масштабной военной агрессии. Это не китайцы Мао Цзэдуны, это не Хунвейбины. Это сейчас в Китае поколение одного ребенка. Потому что они борются, так сказать, за снижение количества населения, потому что оно рождает дифференциацию в уровне доходов. И уже много лет они практикуют поколение одного ребенка. А что такое один ребенок в семье? Это в большинстве случаев, в общем, довольно изнеженное создание. И китайцы их закармливают, у них тоже проблемы ожирения. Потому что они говорят, вот мы не кушали, ты и кушай, родной. Съешь еще ложечку. Поставить этих людей под ружье и по команде великого Син Цзиньпина двинуть их, так сказать, в Арктику будет очень непросто. Будет очень непросто. Это будет сложно. Китайцы действуют, так сказать, хитрее. Да, они покупают, продают. Но военная агрессия страны Китая, по крайней мере, в обозримом исторической перспективе, ну, наверное, теоретически возможно. Наверное, такие планы есть в штабе любого государства. Но крайне маловероятно. Последнее про Китай. Вот один из главных символов Китая, который бросается в глаза, который, ну, слуху у всех какой. Великая Китайская Стена. Стена. Не стенобитная орузия, так сказать. Не боевая колесница, да, как бы. Не низкий монгольский конь, на котором они проскакали аж до Европы. А стена. Стена-защитное сооружение, защищающее китайскую цивилизацию от внешних варваров. В этом одна из частей глубинной национальной философии китайцев. Китайская модернизация случилась на фундаменте советском. Первая модернизация, которая прошла в современном Китае, я имею в виду Китай 20 века, была советской. Китай вырос на советских инженерах, советских станках, советских машинах. И уже на этой базе, на этой базе. Первые инвестиции в Китай были советскими. И они были огромными. И уже на этой индустриальной базе вырос современный Китай. Поэтому когда-то было что продавать. Я думаю, надеюсь, что будет и в будущем. Ну, по крайней мере, многие вещи, показывающие оружие и прочее, они покупают охотно и сейчас. И вот сейчас заключен там... Другие вещи они пытаются копировать, но пока у них не сильно получается. Ну, это долгий разговор. Да, на первый ряд, пожалуйста, микрофон. Кто торопится или утомился, может спокойно, я не обижусь, выходить. Спасибо. Немного. Наверное, все-таки в Украине вернемся, в Китае. Опять в Украине. Да. Там же наши были. Там русские люди жили. Украинцы, это вообще, на мой взгляд, не существует такой национальности. Я считаю, что... Ну, пусть существуют. Ладно, пусть существуют, если они хотят. Да, пусть. Значит, ну, надо им помочь. Все-таки... Деньгами? На мой взгляд, не надо, конечно, войск отправлять. Есть другой путь. Есть подполье. Есть возможность с ДГ зайти. Я люблю разве, как интересно, над другом. И открыт второй фронт. Второй фронт просто на поставит на бунту обрушить. Как вы считаете? Вы думаете, это вопрос, который можно обсуждать под три камеры, три микрофона? То есть, за 200 человек, мне просто интересно ваше мнение. Мне просто интересно ваше мнение. Ну, вы поймите. Конечно, у каждого человека есть какая-то непубличная часть работы. Но на той темой отличаются, так сказать, публичные форматы от непубличных. Я думаю, что кто-то где-то, наверное, этим занимается. Лучшее мы будем сказать, да? Это первое. И второе. Вы же учтите, что все равно то, о чем я говорил перед этим. Если это не будет, если это не будет расти изнутри, это не будет иметь успеха. Не будет. Это не может расти извне. Это не может происходить там по заданию, так сказать, там, каких-то российских спецслужб. Это будет обречено в этом смысле. В этом случае. Если оно не будет расти изнутри и не будет иметь широкой поддержки местного населения, результата не будет. И это крайне важно. Наверное, где-то как-то этим можно заниматься. Хотя вот эти вот взрывы в Одессе, которые происходят, на мой взгляд, это провокации самих избушников. Потому что никто там не погибает, никому, так сказать, на самом деле никакого урона не приносится. А просто это оправдывает ужесточение полицейских мер. Да. Поэтому, как вариант работы, ну да, наверное, но я говорю, я не считаю, что мы с вами тут компетентно в этом формате это обсуждать. Я потом к вам подойду. Я не руковожу такими вещами, сразу же. Не переоценивайте меня. На задние ряды микрофон. Меня в этом смысле больше даже волнует возможность их проникновения сюда, например, да, или еще куда-то. И так далее. Ольга Александровна, коренножитель Симферополя. Моя семья живет уже больше 100 лет, ну ровно 100 лет в этом году в Крыму. С времен Первой мировой войны, когда моя прабавка, спасаясь от немцев, пришла сюда пешком. Сказали, идите в Крым, там тепло. Вот она двумя детками, два и три годика, бабушка моя, ее сестра, пришла сюда. И я хочу сказать, что мы вот здесь в пятом поколении живем. Наблюдаем разную власть. Мы выбирали разных президентов. Меняются формации, меняется строй политический, меняются лидеры. А жизни простых людей остается. В историю вошел Кравчук, президент Украины, да? Прославился Кравчучками. Не знаю, знаете ли вы москвичи, что это такое? Это тележка, на которой, ну вам расскажем, тележка, на которой можно 5-10 кг крупы привезти к какой-нибудь бабушке, потому что это неподъемный вес. Дальше я голосовала за Ющенко и были фальсификации на выборах. Вот только из-за того, что думала, ну это человек грамотный экономист, молодой, и наконец в стране будет подниматься экономия. Переходите к сегодняшнему вопросу. Да, ну вы философ, и мы знаем, что государство это аппарат насилия над народом, да? И народ выбирает, как этим аппаратом воспользоваться. Ну это философия, мы изучали в университете. Вот, и все европейские страны, Америка, которую мы так много цитируем сейчас, является примером тому, что народ этот аппарат использует в свою пользу. И только почему-то мы, вот столь метр, находимся в самом низком уровне. Почему ни одна власть не поднимает народ, социальный уровень жизни народа выше этого минимального по пирамиде маслау социальные нужды? Покушать, попить и крыша над головой, все. Боятся, что к власти народ придет и устроит все как положено. Спасибо большое. Почему в такой богатой... Я 20 лет ничего не слышала о России, извините, мы жили в Крыму. И мы узнаем, что богатая страна, огромные ресурсы природные, да? Вот, а уровень жизни тот же. Я просто захожу, что тут же интернет, я пенсионерка через два года, я смотрю, что минимальная пенсия 5 тысяч, что люди, работая 40 лет в этой богатейшей стране, получают 5 тысяч рублей пенсии. Сейчас мы жили в Советском Союзе, извините, мы боялись атомной войны, говорили, не съедим курицу, пояса потуже, лишь бы не было войны. А сейчас мы вот уже битый час сидим и в ужасе ждем, что скажут наши парни. Спасибо большое. Извините, я просто подскажу, у меня сестра живет в Крыму. Да, наш гость, вопрос понятия. Это родственники в Западной Украине, и я хочу сказать, что люди просто ищут правовое государство и больше ничего, и поэтому возник конфликт, а не потому, что Америка. Давайте мы в своей стране будем благоразумны, и давайте говорить о стратегическом развитии государства, и о подъеме экономики, и об уровне жизни простого гражданина. Извините, я, по-моему, это вопрос. Да, давайте, ничего страшного в этом нет абсолютно, вы меня не поставили в тупик. Нет, вы же не уходите, подождите, не уходите, вы просто слушайте ответы. Вы послушайте ответы. Вы послушайте, как вы дожили, что у вас в России доллар 50 рублей. Нет, нет, это типичное поведение людей, которые не хотят слушать. А вот все государства, я вас... Пожалуйста, дослушайте ответы. Я вам отвечу. Вы обезжаете, дебилка. Тихо, тихо. Не, 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 я никого, не надо никого... Пожалуйста, господа, всем тише, Сергей Александрович ответит на вопрос. Вы слушайте, ответы интересуют. Вот стало живенько, так сказать, да, уже интереснее. Но ваша... Знаете, вот это... Мне как-то да, а то я стал уже засыпать. Вас бодрили. Вот это самое, да. Понимаете, вот так не надо в любом случае делать, значит, мое заявление, больше я слышать ничего не хочу. Вот это примерно то, что происходит на Украине, тихо. Вот, простите, я начну с конца, с Украины и с того, что там произошло. Да, наверное, люди на Майдане думали, что они... Я же вас не перебивал. Наверное, люди на Майдане где-то думали, что они борются за правовое государство. В этом и было искусство управления ими. А в реальности все было не так. Да, им хотелось думать, что они борются за правовое государство. А в реальности их просто использовали. Почему? Подождите. Не, ничего не понятно. Вы сказали, что люди просто искали правовое государство. Они живут вот у вас в Киеве, во Львове. Подождите, ну что ж вы не можете прям вот послушать. Вот это же... Ну вот так же и с Украиной, понимаете, разговаривают. Слушать не хочу, хочу только говорить. Я же вас послушал, не перебивал, не кричал, что вы там тот, тот, что... Вот вы мне ответьте. Они нашли то, что искали. Они даже не читали соглашения. Это ваши проблемы. Извините, они не читали соглашения, значит, они просто... Значит, они просто... Нет, нет. Значит, они просто дураки. Значит, и там они не найдут того, что они хотели найти. А будет им только хуже. Поэтому переходим к другой части, так сказать, вашего вопроса. Будет ли, когда будет хорошая жизнь? Никогда. Плюс. Хорошая жизнь, в том понимании, так сказать, в которое вкладывают в нее большинство обывателей, которые говорят, вот когда можно, когда у меня все будет, и ничего за это... Главное, у меня будет все, и мне ничего за это не будет. Такого не будет никогда, и такого нет нигде. Это крайне важно понимать. Это иллюзия. Что касается разговоров о том, что это есть в Америке и Европе, подождите, в Америке и Европе есть свои проблемы, и выезжать туда на две недели на отдых или на месяц на заработки, это совершенно не одно и то же, как жить там всю жизнь. У меня, например, скажем, есть друзья, которые уехали еще в 80-е годы в Европу и Америку, и они мне рассказывают о том, сколько там проблем, причем проблем невыдуманных. Там просто управление немножко другое. Да, оно другое. И, конечно, Америка, которая рисует доллары, мы зарабатываем, она рисует легче, многие проблемы решают. Почему? Ну, в том числе, потому что, о чем я говорил, да, европейцы устроили Первую мировую войну, Вторую мировую войну и так далее и тому подобное. Есть ли там какие-то вещи, которым можно поучиться? Да, есть. И, несомненно, часть из них перенимаются и нашими практиками. Вопрос только вот в чем. Я с вами категорически не согласен, по другому пункту. Вы говорите, у нас хуже всех, хуже, чем у нас, вы сказали это во время вопроса, что почему у нас все равно, несмотря ни на что, вы даже так сказали, но только у нас люди живут хуже всех на самом низшем уровне и так всегда. В пяти поколениях, о которых вы говорили, которые живут в Крыму. Вот это именно та, так сказать, это именно та, как бы, обманка, которая, в общем, и внушает людям в головы с целью разрушения собственных стран. Вот сейчас это внушили украинцы. Именно так они и думали, когда они прыгали на Майдане. Им говорили, у нас самая плохая в мире страна. Хуже уже не будет. Давайте устроим революцию, говорили они. Потому что хуже не будет. Я им говорил, что хуже будет, будет хуже. И вот стало хуже. Призывы к тому, чтобы устроить еще какую-то революцию в России и думать, что от этого станет лучше, это самоубийство. Разговоры о том, что народ в Европе и Америке управляет своей судьбой, это наивность. Не управляет. Не управляет народ собственной судьбой в Америке. К вашему сведению, в Америке не существует прямых выборов. Их нету. Народ никого там не выбирает. Вы, наверное, не в курсе. Я в Америке бывал, в том числе по приглашению Государственного департамента США. А не просто как турист. В Америке нет прямых выборов. Наверное, вы не знаете, но американцы не выбирают своего президента. Они выбирают выборщиков, которые в закрытой, абсолютно непрозрачной обстановке сами решают, кто станет президентом, а кто нет. Там просто гораздо более хитрая, я не по обычному слову, масонская система управления. Она другая. Там человека убеждают через систему институтов, что он делает выбор. В реальности он его не делает. И что касается Америки, ну, потратьте на это время, попробуйте пожить там, да, немножко. Попробуйте пожить там, и вы увидите, так сказать, очевидные совершенно вещи. Очевидные вещи, что да, часть людей живет прекрасно, а часть людей живет просто кошмарно. Америка, например, находится на первом месте по уровню преступлений против личности, в частности убийств. В стране, где все хорошо, где есть права государства, откуда это берется? А Европа, на европейские страны, на первом месте по количеству самоубийств. Вот Украина догоняет то, что в Европу идет. Откуда это, если там все так хорошо? Разговоры о правом государстве в значительной степени это лозунги. Часто, так сказать, просто, ну, такие, ну, рекламный буклет, пропаганда. Несомненно, у нас есть недостатки. Мы их будем пытаться изживать. Будем пытаться изживать. А разговоры о том, что у нас такая богатая страна, почему же вот у нас всего этого не хватает, они имеют право. Ваш вопрос имеет право на жизнь. Другое дело, какой на него найти ответ. Некоторые находят ответ на него в общей работе, а другие говорят, плевать мне на эту страну, я хочу жить как в Германии. В таком случае, если хотите жить как в Германии, надо ехать в Германию. Потому что в России не будет Германии, и в Крыму не будет Германии. В Крыму Германия была только короткий период времени, в 42-43 году. Вот в 42-43 году в Крыму была Германия. И никто здесь, в этой Германии, когда она была в Крыму, никто здесь особо, так сказать, не был счастлив, насколько я понимаю. Вот и все. Это правда жизни. Что касается сейчас, я не знаю, я не буду говорить про Крым, но что касается того, что сейчас. В России есть чем сравнивать. По сравнению с 90-ми... Подождите. По сравнению с 90-ми... Так у нас не было биологическая беседа, получается? Вы на каждом слое перебиваете, потому что хотите услышать то, что вы хотите. По сравнению с 90-ми годами ситуация в России радикально улучшилась. Она была плохой, в том числе, потому что в 90-е годы Россия... Послушайте, Россия... Нет, послушайте, ёлки-моталки, что ж такое? Пожалуйста, уважайте правила нашего медиагуба. В 90-е годы, уважаемые, в 90-е годы, чтобы вы знали, потому что я просто в курсе ситуации, реформация российской экономики проходила по прямой консультации американских и европейских консультантов. Именно они предложили нам такую систему реформации. Это факты. Вам это не нравится? Но это факты. Это факты. Уважаемые, это факты. Экономическую политику Гайдара и Ельцина создавали при работе целой группы американцев, европейских консультантов. Именно они дали нам такие советы. Почему? Потому что их не интересуют, так сказать, наши проблемы, и они не собирались создавать нам нормальную жизнь. А мы тогда на эти вещи купились. Теперь мы расплачиваемся за это. Да, расплачиваемся за это. Потому что Россия в том числе из-за их советов потеряла как минимум половину экономики. Половина экономики России была уничтожена по совету прекрасных немецких, французских, английских и американских консультантов, которые только собственную выгоду во всем этих вещах преследовали. Теперь, на самом деле, перед нами, я с вами согласен, стоит стратегическая задача найти компромисс. Теперь о серьезном. Не о ерунде всем, а о серьезном. Перед Россией стоит задача найти компромисс между свободной рыночной и плановой экономикой. Потому что и абсолютно свободный рынок, и абсолютно зарегулированная плановая экономика, такой большой стране, как Россия, не подходят. Плановая экономика, она привела ко многим кризисным явлениям, которые имели место в Советском Союзе. А свободный рынок показал в 90-е и начале нулевых годов, что он не способен развивать такую страну, как Россия. И крупный бизнес не может взять на себя ответственность. Просто не хочет. Поэтому стратегической задачей политиков, настоящих политиков, является поиск оптимального компромисса. Разрушить легко. Мы разрушали 15 лет. Последние, может быть, только 5-7 лет перешли к определенному свиданию. И у этого есть плоды. И вот мы живем в России, ну не знаю, так сказать, как в Крыму, а я вам совершенно честно говорю, не лукавляя ни секунды, мы видим разницу по сравнению с 90-ми годами. Видим. Эта разница есть. И она существует. Спасибо Путину. Она существует. И Путину спасибо в том числе. Потому что Путин мог бы и дальше продолжать политику, следование Советом Американских Консультантов по распродаже. Путин, подождите, Путин стал Путином на том фоне, что в обществе и элите произошло массовое разочарование в политике 90-х. Путин стал Путином не потому, что ему так захотелось, а потому что логика развития исторического процесса в России, изменение общественного мнения, в том числе заставила его сделать другой выбор. В этом есть его личная заслуга, но в этом есть и объективный фактор. Он вынужден был это сделать. И многие из людей в современной российской элите, может быть, и не хотели бы вовсе, так сказать, этой исторической борьбы. Но сама логика развития их заставила это сделать. Они были выложены сделать этот выбор. Хотя, может быть, им удобнее было бы сидеть, так сказать, и решать собственные проблемы. Поэтому движение существует. Вопрос в том, чтобы не ломать его через колено призывами к каким-то революциям. Понимаете? Чтобы не ломать его через колено вот этими паникерскими разговорами о том, что у нас хуже всех. У нас не хуже всех ни сейчас, ни даже в 90-х годах. Когда вы говорите, что у нас хуже всех, это та обманка, под которой мы разрушили Советский Союз. Нам тогда, помните, говорили, хуже, чем в Советском Союзе, никто не живет. Это было прямое вранье. Да, в небольшой группе стран, может быть, 10 стран максимум, Европы и США, США, Канада, Европа, действительно, средний уровень потребления был выше, чем в Советском Союзе. Но при этом не было социальных гарантий. А во всем остальном огромном мире, в мире, так на всякий случай, около 400 государств, во всем остальном мире жили хуже, чем в Советском Союзе. Хуже. Мы, поверив в такие лозунги, типа тех, что вы говорите, что мы живем хуже всех, развалили собственную страну и стали жить еще хуже. Вот и все. Я рад, что вы меня послушали. Спасибо большое за исчезновный ответ. У нас 10 минут. Я, наверное, прочитаю несколько записок. Дай, Сергей Александрович. Какая позиция Путина относительно ЛНР и ДНР? Может быть, Россия всему миру выгодна оставить эти республики в составе Украины, чтобы изменить политическую ситуацию, раздавить фашистскую гадину политическими средствами, разрушить фашизм, нацизм, законным путем? Значит, нацизм, фашизм и гомосексуализм. Но законным путем. Ну, она тоже человек. Давайте не будем уподобляться нашим оппонентам. Сложный человек. И я непростой человек. Вот вы думаете, со мной живешь? Все непростые. Вот мы человеку что-то сказали, может быть, она пару слов услышала для себя, понимаете? А так бы она вышла, вот, с чувством, так сказать, вот... У нас записки повторяют то, что было сказано. Давайте вопрос из зала. А что там было сказано? А, насчет разрушить Украину, изменить. Да, в этом есть определенный смысл. В этом есть определенный смысл в вашем вопросе. Но я не думаю, что прямо мы этого так хотим. Чего хотела бы Россия в идеале? Она хотела бы нейтральную Украину, с которой можно развивать нормальные отношения. Вот чего она хотела бы в идеале. А еще лучше, чтобы эта Украина участвовала в таможенном союзе. Просто потому, что нам это выгодно. Но вы понимаете, если еще 5-7 лет такой политики, и нам уже станет это безразлично с точки зрения экономики. Если в ближайшие 5-7, максимум 10 лет, Украина будет продолжать разрушать свою экономику, то, честно говоря, через 10 лет, даже в экономическом плане, она перестанет быть для нас интересной. Это совершенно очевидно. То есть, эта логика возможна, но, опять же, не ценой, так сказать, не ценой сдачи этих людей. То есть, понимаете, наверное, ДНР и ЛНР могли бы вернуться на Украину в ситуацию какой-то автономии. Но только в том случае, если мы будем понимать, что на следующий день их всех не убивают. Вот в этом случае, наверное, такой вариант может рассматриваться. А если мы будем знать, что на следующий день их просто всех перережут, перестреляют, но, честно говоря, нам, ну это, я думаю, что никому это не нужно, потому что мы не получим того, что хотим, а потеряем то, что, так сказать, имеем. Вот примерно так. Можно гипотетический вопросик такой. Могли бы Вы порассуждать чуть-чуть о возможности присоединения Крыма на этапе развала СССР? Крыма куда присоединения Крыма? Крыма куда присоединения не было кормить. Ну, КРТРФ. Ну да, была ли такая возможность? Ну, надо, так сказать, это фантазировать. Не, ну, говорят, что была. Ну, в принципе, насколько вот мне известны эти сюжеты. Вообще, Шушкевич, Кравчук и Ельцин были абсолютно не уверены в себе. Абсолютно. Вот я не знаю, был ли кто-то из вас в том доме, где подписывалось Беловежское соглашение, он находится буквально, так сказать, ну вот в физической близости от польской границы. Говорят, что они так далеко забрались в эту Беловежскую пущу, потому что боялись, что их сейчас просто всех скрутят, и чтобы в случае чего они могли просто пешком добежать, так сказать, до границы. Ну, серьезно, да, так сказать. Просто пешком убежать, чтобы их там, ну, КГБ как бы их не поубивало. То есть они были абсолютно не уверены в себе. Это я к тому, что в тот момент, на самом деле, Ельцин мог ставить любые условия. Ельцин мог выставлять любые условия. Хотите Крым, так сказать, хотите, так сказать, Донецк, хотите там Северный Казахстан, хотите, что хотите, да. Вот. Он мог это делать. Он этого не стал делать абсолютно осознанно. Потому что он боролся за власть. Устранение Горбачева и перехват этой власти для него было самым важным делом. И ради этого он готов был пожертвовать всем. Это первое. И второе. Мне кажется, у него была глупая иллюзия, что все равно все как-то останется под властью Москвы. Ну, в формате СНГ или еще как-то, была такая иллюзия. Почитайте первоначальное. Так, мне просто по профессии приходилось читать. Почитайте первоначальное соглашение СНГ. Там предусматривалась общая валюта, общая армия. Это фактически было просто реформирование Советского Союза. И может быть, ему тогда, в том числе, его коллеги с Запада говорили простые вещи, что, да чего вы боитесь, это все ерунда. Мы просто убираем, так сказать, все ненужное из Советского Союза, а все лучшее сохраним. Ну да, на этом этапе сейчас будет так, а потом вернемся к этим вещам. Это была, конечно, абсолютная наивность. Это было затмение разума собственным тщеславием, амбициями и стремлением к власти. Точно так же, как это произошло у Горбачева. Вот все говорят, Горбачев предатель. Я вот встречался с Горбачевым несколько раз, разговаривал, так сказать, в составе группы, и так и сяк. Вот у меня не сложилось впечатление, что он предатель. У меня сложилось впечатление, что он дурак. У меня сложилось впечатление, что он невероятно наивный человек, который просто не был способен к такому историческому масштабу. И западники сыграли на его страстях, на его тщеславии, на его гордыне, на его желании прославиться, на его желании войти в историю. Горбачев решил, что он может войти в историю, что он может переделать не только Советский Союз, но и весь мир. Что он может преобразовать всю Вселенную. Что он вообще, так сказать, от движения его руки зависит судьба галактики, понимаете, там. Вот уж как минимум. Нет, серьезно. Он думал, что вот он, исторический деятель, может сделать то, что изменит судьбу мира. И он таки это сделал. Судьба мира изменилась. Только не в лучшую сторону. Вот в чем дело. Не в пользу России, не в пользу Советского Союза, не в пользу тех народов, которые, так сказать, на его территории проживают. Поэтому к вопросу о Крыме, судьбе Крыма. Я уверен, что Ельцин мог поставить такое условие. Но он его не поставил. Не поставил. Ну, Путин поставил. Ну что, смотри, сейчас подходит плавно к концу. Финальный вопрос. Какой это? О. Патрик. Пожалуйста. Здравствуйте. Патрик Макра, Ирландский республик. Окей, я писал. Потому что моя русская граматика очень плохо. Я писал вопрос. Если один аспект в украинский кризис, это измена от ценностей до антиценностей, это возможно анализировать Украину как новая радикальная фаза в развитии пассивного негализма в европейской культуре. Потому что когда Ницца диагнозировал европейский пассивный негализм, он значил негализм только как культурное условие. Но украинский кризис, это значит, что сейчас пассивный негализм это не только культурное условие, это становилась идеология само, это новая радикальная фаза. Да, вот интересный тоже вопрос, кстати говоря. Действительно, очень интересный, глубокий вопрос. Этот негализм просто, Патрик, стал уже не пассивным, а активным. Вот, он стал активным. Он, значит, обычно он диагнозировал пассивный негализм. В определенной, но я говорю, сейчас он становится активным. То есть, в определенной степени я с вами согласен вот в каком плане. Украина в некотором роде олицетворяет, она попыталась находиться, или может быть даже, так сказать, сама того не желая, находится в авангарде некоторых саморазрушительных тенденций европейской культуры. Европейской культуры. С одной стороны, ее к этому подтолкнули. С другой стороны, она сама очень хотела, так сказать, этого. С третьей стороны, и Украина, и Россия, это доказывает одно простое вещи. Украина и Россия действительно являются частью большого европейского дома. И, кстати, так на всякий случай коммунизм-то все-таки не в России придумали. Да? Не в России. И большинство, так сказать, философий, школ философских, которые изменяли лицо и в том числе Советского Союза, и России, и даже Российской империи, это порождение европейской философской школы. И в этом смысле, на мой взгляд, действительно, Украина, во-первых, она идет в авангарде дехристианизации, как это ни странно покажется. Европа так или иначе отказывается от христианского фундамента, становится постхристианской. И сейчас мы видим, как Украина вдруг оказалась в авангарде этого процесса, потому что там это в абсолютно оголенных формах присутствует. Смотрите, к власти, к политической власти пришли неуязычники. К политической власти пришли постхристианские сектанты. К политической власти пришли, так сказать, и не только, и вообще нехристианские сектанты, там какие-то хабардианцы или саентологи, они вообще к этому не имеют отношения, да? Вот. Это, можно сказать, авангард разрушения христианства изнутри. И эти люди находятся в авангарде политических процессов на Украине. И плюс ко всему, действительно, агрессивный радикальный нигилизм. Ведь, по сути, неонацисты на Украине, они вообще не собираются разговаривать о соседании. Их идеал – это анархия, неонацистская, только не левацкая анархия, а правая анархия. Разрушение ради разрушения. В разрушении, в процессе разрушения они находят смысл. Война, постоянная война против всех. Несомненно, это развитие самых радикальных философских тенденций в Европе. И, кстати, это может быть, ну, одна из картинок того, а что может ждать Европу, если она будет дальше двигаться по тем же путям. И картинка крайне негативная. И я думаю, что в этом смысле для глубокого изучения Украина в этом смысле даже интереснее, чем изучать там какие-то поверхностные движения и прочее, прочее. Вот Украина, которая хочет быть больше европейской, чем сама Европа. Что она показывает? Вот мы будущие Европы в значительной степени. Неоязычество, беспредельная якобы свобода, которая тут же переходит в беспредельную вседозволенность. Абсолютная нетерпимость, на самом деле, к чужой точке зрения, вплоть до готовности убить. При этом невероятная каша в сфере религии и в сфере культуры. Абсолютная необразованность и прочее, прочее. Знаете, как упала планка образованности на Украине? Вот эти разговоры о том, что там Дева Мария была украинкой, что Черное море выкопали древние укры своей деревянной волшебной лопатой, так сказать, да? И прочее, прочее. Представьте себе, как надо не уважать людей, которым ты это впариваешь как знание. То есть те, кто это транслирует людям в мозг, они просто считают их биологическим мусором, биологическим материалом. А эти люди это воспринимают с гордостью. Это падение. Это глубочайшее падение. И в этом смысле, я как человек верующий считаю, что во всем есть некие символы проведения. Это та пропасть, которую нам просто показали. А куда можно, так сказать, провалиться? Она еще до конца не раскрылась. Нет. Но ее показывают не только нам, русским, но и вам, европейцам. Это важно. Ее показывают всем. И России, и русским, и европейцам, и американцам. То есть это не только урок для нас, это урок для всех. Это урок для всех. Ведь, вот, например, на Украине говорят, мы не нацисты. Нет. Мы для того, чтобы быть нацистом или таким, я называю это сатанистом, как хотите, не обязательно все время кричать «зик-хай». Не обязательно рисовать себе руны СС. Для этого достаточно быть готовым убить человека за то, что он имеет другое мнение. Убить его за то, что, так сказать, он не так на тебя посмотрел. Вот, например, ИГИЛ. Да? Это тоже нацисты. Это люди, которые режут голову просто ради удовольствия. Им доставляет удовольствие отрезать голову у живых людей. Вот они кто? Они не нацисты. Они не носят, так сказать, это самое, не кричат «зик-хай», не носят свастик, так сказать. Но на самом деле это все оттуда же. Это вот эта глубина мрака, которая существует реально. И которая, если его выпустить, сожрет всех. И тут уже никакие там Минские соглашения, еще какая-то ерунда. Это все ерунда. А на самом деле глубина этих процессов, она гораздо, так сказать, серьезнее. Она уходит туда-куда-то, в преисподнюю. И в этом смысле, да, это один из возможных путей развития европейской постхристианской культуры. Несомненно. Спасибо за вопрос. Спасибо нашему гостю за ответ. Спасибо вам еще раз, Сергей Александрович. Я думаю, мы вас в течение раз увидим в Крыму. Спасибо. Спасибо вам за терпение. Всего доброго и до новых встреч в июне. Спасибо. Спасибо. Спасибо.